В минувшие выходные белореченцы отметили День физкультурника. Вот уже 80 лет эту дату празднуют не только спортсмены. Поздравления принимают все, кто выбрал здоровый образ жизни. На одном из праздничных мероприятий побывала и наша съемочная группа. Футбол навсегда. В День физкультурника ветерана белореченского футбола вышли на поле стадиона «Локомотив», чтобы это доказать. Праздничная дата для спортсменов с солидным стажем – повод встретиться с товарищами по команде и возможность вновь окунуться в водоворот любимой игры. Потому что есть еще и силы и азарт. Перед стартом небольшая официальная часть. Дорогие друзья, я вам от всей души желаю здоровья, также любить спорт, продолжать заниматься спортом. Спорт – это общение, это здоровье. Великих свершений, оптимизма, ну и такой дружбы, которую я смотрю в ваших командах. Все такие солидные взрослые, но, как говорится, одно увлечение объединяет на долгие годы. Сегодня я хочу поздравить с этим праздником, пожелать здоровья, чтобы вы ни в коем случае не травмировались, а никто не был побежденным, все были победителем, потому что вы получили этого заряда энергии и здоровья. К поздравлениям присоединился начальник управления по физической культуре и спорту Белореченского района Альберт Папазьян, пожелав футболистам красивой игры. Торжественную часть продолжила чествование лучших. Такие соревнования среди ветеранов проходят в Белореченске уже в четвертый раз. В этом году команд участниц 14. Футболистам старшей группы больше 55 лет, но ветераны спорта и сегодня на поле. Чтобы сыграть за свою команду, Виктор Щербаков приехал из Башкирии. Каждый год ездил сюда, на этот турнир. И люди 30 лет здесь жили, в Белореченске, друг друга не видели. И только вот на этом турнире они вот встречаются. И это радость. Так хорошо, люди встречаются, все позитивно, и все круче, и круче, и круче. Сегодня для футболистов главная цель не победа, а участие. Всегда быть в движении и не останавливаться. По итогам чемпионата у команд «Мебельщик» и «Водник» второй и третьи места в старшей возрастной группе. Победу одержала команда «Химик». В младшей группе в тройке сильнейших «Майкоп». Второе место заняли футболисты из «Оптимиста» – «Золото» у «Газовиков». Ветераны уже внесли свою лепту в развитие белореченского футбола. Независимо от профессии и возраста, они и сегодня за здоровый образ жизни. Достойный пример для молодежи. Людмила Ватченко, Сергей Чернецов. События и люди. Людмила Ватченко, Сергей Чернецов. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова